привет всем любителям физики и физических экспериментов я стою на берегу обсково моря фотоаппарат смотрит в мою сторону и в сторону заходящего солнца поэтому мое лицо видно плохо зато отлично видно дорожку которая вытянулась от солнца в нашу сторону и наш ролик будет посвящен этому физическому явлению и мы спросим себя а почему так получается что солнце на небе круглое а отражение солнца на водной глади вовсе не круглое но и не размытая во все стороны а вытянутая так что получается дорожка ширина которой ну примерно равна ширине солнечного диска на небе но зато длина ее огромна она протянулась от горизонта до нашего берега для начала заменим солнечный диск на закатном небе точечной звездой не имеющий угловых размеров а воду абсолютно гладким зеркалом от звезды идут параллельные лучи света все они отражаются от зеркальной глади под одним углом из нарисованных лучей в глаз наблюдателя попадает только один луч и наблюдатели видит точечное отражение звезды пусть теперь на воде появилась рябь ее поверхность перестала быть горизонтальной если поверхность воды на ближнем участке наклонится от наблюдателя то отраженный луч поднимется вверх и тоже сможет попасть в глаз наблюдателя если поверхность воды на дальнем участке наклонится в сторону наблюдателя то отраженный луч опустится вниз и тоже сможет попасть в глаз наблюдателя. В результате человек увидит не одно, а многое изображений звезды, вытянутых в цепочку. Когда звезда стоит над горизонтом очень низко, нужные углы наклона невелики, и к появлению этой цепочки приводит совсем небольшая рябь. А еще надо вспомнить, что Солнце на небе – это не точечная звезда, оно имеет конечные угловые размеры. Его множественные отражения накладываются друг на друга, и дорожка вдали от нас оказывается практически сплошной. А теперь мы воспроизведем закатную дорожку в лабораторных условиях. Заходящим Солнцем послужит вот эта лампа, ну и сначала перед ней лежит зеркало, ну и мы видим, что отражение лампы в зеркале такое же круглое, как сама лампа. А теперь мы уберем зеркало и положим на его место лист алюминиевой фольги, такой, немножко помятый во всех направлениях. И мы видим, что на этом листе появилась отличная солнечная дорожка. И теперь настало время нашего заключительного вопроса. Мы уже разобрались, как получается, что дорожка вытягивается к нам из-за того, что одни волны наклонены в нашу сторону, а другие от нас. Но, конечно же, на море есть и такие волны, которые наклонены вправо или влево. А почему же дорожка на этих волнах не рассеивается поперек, но все равно остается вот такой красивой и вытянутой полоской? Ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok